Уважаемые читатели моих книг! Недавно на презентации книг в магазине «Москва» это была встреча с читателями, где мне задавали всякие вопросы. Я постарался ответить на тот ограниченный объем вопросов, которые удалось осветить за небольшой промежуток времени. Но кое-что было интересненькое, то, что требовало большого времени на ответ. И я эти ответы сделаю, отвечу на все вопросы, содержательные, конечно. Для того, чтобы их раскрывать, мне нужно время. Поэтому я отдельно сейчас записываю ответы на некоторые из них. Ну и начинаю с вопроса Дениса из фирмы «Ментор» знаменитой, в которой я как-то делал доклад. Как мне кажется, достаточно интересный. Но он занял совершенно другую позицию в отношении того проекта, поскольку тогда мы обсуждали искусственный интеллект. А вот сейчас речь идет о двойственности сознания. Вопрос поэтому на эту тему, которую я раскрываю в книжке «Церебральный сортинг» и книжке «Нищета мозга». А прикладная часть, соответственно, в других работах. Он задает вопрос, правильно ли я понял, что религия – это уловка мозга, которая за счет догматизации экономит мозгу энергию. Если мозг и религия связаны, то, может быть, можно ли дать прогноз на будущее, ждет ли нас Ренессанс? Вопрос очень важный и интересный. Насколько те события, которые происходят в мозге, реально отражают, собственно говоря, религиозный догматизм? То есть это действительно завлекательно. Почему? Потому что, с одной стороны, я многократно описывал и рассказывал о том, что у нас мозг состоит как бы из двух частей. Одна часть, доставшаяся нам от наших далеких предков, от архаичных приматов, которые стали эволюционировать примерно 60 миллионов лет назад. Конечно, это не точная цифра, плюс-минус 5, а то и 7 миллионов. Но по палеонтологическим остаткам это было примерно тогда. И вот наши предки приматные, они как раз начали эволюционировать. И впервые за счет естественного, а потом после появления человека, искусственного отбора, начался очень интересный процесс. Впервые лимбическая система, которая управляет поведением большинства млекопитающих. Ну, я там много раз говорил, еда, размножение и доминантность, если это стайные существа. И все. То есть мозг нужен, чтобы только обеспечить эти функции. Впервые в истории биологической жизни на этой планете эволюционировать стал неокортекс, который увеличивался довольно много миллионов лет. И у человека достиг такого размера, что смог уравновесить лимбическую систему. То есть, конечно, не всегда и не у всех, как вы понимаете. Потому что подростки, которые впервые испытывают гормональный стресс, плохо уравновешиваются. Они ничего не понимают, они стремятся только к одному, чтобы попробовать побыстрее произвести себе подобных. И очень расстраиваются, когда это не получается. Не расстраивайтесь, это в конце концов получится. И вы найдете, как пристроить свои причиндалы в нужном месте. Речь идет не об этом. Речь идет о том, что вот эти механизмы, которые управляют таким поведением, инстинктивно-гормональным, они, конечно, плохо поддаются коррекции. И вполне естественно у животных, когда они безумеют в период размножения, гона или от голода, мы видим страшные проявления их активности. У человека все немножко не так, поскольку у нас вот эта самая кора, покрытая бороздами и извильными, она уравновесила действия лимбической системы. Хотя бы в зрелом возрасте мы можем думать о чем-то другом, кроме еды и размножения. Ну, некоторые так на это оказываются не способны, даже после 40 лет. Так вот, вопрос такой. Как мозг использует эту уловку? Естественно, что все религии созданы нашим собственным мозгом. Для чего? Первоначально это вполне понятное было явление. Мы пытались вот этот баланс, который возник между архаичной лимбической системой, которая заставляет нас непрерывно искать самочку или самца, еду и выпендриваться друг перед другом, уравновесить. И пытаясь для себя объяснить, почему мы себя ведем как обезьяны, хотя уже пора вести себя как люди, поскольку мы живем хоть в примитивном, это было давно, но в сообществе, мы искали выход из этого положения. И тогда нашли очень хорошее объяснение. Какое? Оказывается, весь мир состоит из двух частей. Из дьяволов, шайтанов и прочих всяких мерзавцев, чертей. А с другой стороны, этот мир состоит из благородных отцов-просветителей, и священнослужителей, и прочих господ, которые как бы нам внушают совсем другие правила и законы, по которым мы должны жить. И вроде бы как бы они человеческие, но действительно. Убивать нехорошо, есть друг дружку еще хуже, там, преследовать чужих жен совсем нехорошо. Все полезные вещи, достаточно характеризующие нас как людей. И вот оказалось как бы разделение такое. Здесь у нас живут шайтаны или там черти, а здесь живут хорошие благородные сэры и перы, которые нас, в общем, учат жить и призывают выйти из обезьяненного состояния. Все как бы нормально. На самом деле, вот эта сама идеология двойственности, о том, что есть зло и есть добро, оно построено на этой самой конструкции мозга. То есть на лимбической системе и рассудочной. То есть на лимбической системе, доставшейся нам от животных, и рассудочной, которую мы вырастили своими силами, благодаря искусственному отбору. Кому интересно, читайте книжку «Церебральный сортинг». Так вот, эта двойственность системы, она, собственно говоря, и двигает всю эволюцию. Добро и зло, хорошее и плохое. Собственно говоря, эти критерии постоянно используются во всем, начиная от религиозных догм, кончая Конституцией. Но вопрос такой, почему, несмотря на весь прогресс человечества, это в вопросе есть, мы продолжаем верить во всякие странности. Речь идет не только о религиях. Речь идет о некоторых законах природы, которые находят ученые. А некоторые из этих ученых вдруг безоговорочно начинают в это верить, не проверяя ничего. Но обычной квалификации не хватает для того, чтобы понять и разобраться. Да и знаний. Знания так себе паршивенькие, особенно после того образования, которое нас ввели. Поэтому приходится принимать, многие принимают все на веру. Примеров огромное количество. Я уже говорил, это стволовые клетки, клонирование, холодный термоядерный синтез, происхождение всех людей 100 тысяч лет назад от одной метахондриальной Евы и прочей дурь, которой заполнены научные и околонаучные сайты, и даже публичные публикации медийные. Значит, это все тоже повод для веры. Если человек, например, верит в какую-нибудь невероятную вещь, ну, например, в правильность кладизма, кладистического анализа эволюции, конечно, ему приходится тяжело. Потому что пока кладистический анализ касался измерения зубов и костей, он был одним. Когда стал молекулярно-биологическим, он отрицает друг друга. То есть, к сожалению, чем большую абстракцию верит даже ученый, тем меньше будет результатов. И в этом отношении за абстракцией, за упрощение миропонимания наш мозг и голосует. Здесь этот вопрос, если это действительно уловка мозга, примитивизация поведения, упрощение сознания, появление ортодоксальных верующих и так далее и тому подобное, которые, кстати говоря, очень часто бегают с динамитом на поясе. Это приводит наш мозг к этому самому. Как? Он приводит очень просто. Чем меньше мы думаем, тем меньше расходуем энергии. Об этом много раз говорил. И это поддерживается внутренними эндогенными наркотиками. Канабиоидами, опиоидами, окситоцинами и прочим другим. То есть, у нас возникает зависимость, которую можно сформулировать очень просто, но очень интересно. Чем глупее, тем больше удовольствий. Чем примитивнее мышление, чем его меньше, тем лучше для мозга. Он меньше энергии тратит и поддерживает эту тенденцию. Этот выбор мозга поддерживается внутренними эндогенными наркотиками. Именно поэтому популярные, примитивные точки зрения, пересказанные многократно, не очень разными, и доминируют в научном мире. Потому что намного выгоднее просто поверить в любую глупость, нежели подвергнуть ее разумному анализу, для которого требуется и знание, и время, и понимание, и усилие мозга, на которое энергии тратить не хочется. Так что залог успеха всех примитивных верований и даже веры в какой-нибудь очень правильный сайт, который, значит, популяризирует какую-нибудь невероятную глупость, начиная от религиозных течений, там, всяких сомнительного толка, то есть таких ортодоксальных и странных, которые, в общем-то, не приветствуются ни одной страной, и кончая такой же псевдонаучной глупостью, которая пропагандируется и выдается за настоящую, например, науку. Это все вероучения, которые построены на принципах догматизации. То есть догма – это то, что надо верить бездоказательно. Почему какому-то дураку, который опубликовал на сайте нелепые вещи, надо верить бездоказательно, я не знаю. Но тот, кто верит, тот уподобляется, как известно. Поэтому опасность неуправляемой работы нашего мозга, она стоит в том, что он непрерывно пытается стащить нас в обезьянье прошлое. А для того, чтобы не сваливаться, нужно напрягаться. Напрягаться не хочется. И внутренних эндогенных канабиоидов не будет. Отсюда проблема. Поэтому надеяться, а то, что нас ждет религиозный ренессанс, не приходится. Все-таки разумных людей достаточно много. А тех, кто не хочет учиться, не хочет использовать свой собственный мозг, их тоже предостаточно. Даже, я бы сказал, больше. Но им ренессанса не создать. Потому что лень, которая пропагандируется нашим мозгом, она не только приводит к уменьшению энергии, она приводит и к уменьшению интеллекта. Ну, а сами понимаете, как говорится по поговорке, учить дурака только портить. По этой причине такие люди, которые предпочитают здравомыслию и рассудочной деятельности, догматизм и веру любого рода, от научного до религиозного, конечно, обречены. К сожалению, те, кто поумней, всегда воспользуются теми, кто поглупее. Поэтому постарайтесь оказаться в рядах последних. это намного лучше, да и интереснее. В конце концов, вы сможете свой мозг использовать по прямому назначению, а не с целями мартышек, которые, собственно говоря, предлагает нам с вами лимбическая система. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok